добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас 6 декабря пятница я приветствую вас на обзоре валютного и сырьевого рынка от компании инстафорекс и перед тем как начать обзор как обычно мы смотрим какие события у нас пройдут сегодня и не забываем о тех событиях которые прошли вчера потому что на них можно опираться для своих трейдов будущих которые сегодня могут зародиться в третью волну и так по вчерашнему дню вчера у нас самое главное событие было заседание опек не мы к нему вернемся на на графике а сегодня самое главное событие у нас это нонфармы вот по американскому доллару но также будет уровень безработицы и по канаде на самом деле это адская смесь на самом деле для канадского доллара когда в одно и то же время выходит безработица и по американскому доллару и по канадскому кстати есть одна интересная стратегия как торговать эти новости я вам сейчас расскажу так но давайте перейдем графику и первый инструмент который интересен сегодня это нефть почему потому что вчера произошло произошло очередное встреча до встреча участников опек вене проходила где собственно не решили героически сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки начиная с марта месяца но на самом деле это не так много как ожидали многие аналитики с другой стороны давайте посмотрим где вышло это заявление это заявление вышло на вершине двухмесячного очень вялого тренда наверх и вчерашняя новость которая прошла она собственно породила так называемый пин бар на дневках где трейдеры но мягко сказать сказать неоднозначно восприняли эту новость ну во первых сокращение это вроде здорово да и не должна расти но как видите она не стала расти в этот день это раз но второй момент и который мало кто говорит это то как проходило само заседание и в принципе я могу вам поставить сейчас довольно мелкий таймфрейм тот же пятиминутный например вот и показать вот это событие само заседание пик то есть началось это все с каких-то бурных споров и мы видим по графику что цена колебалась довольно широких диапазонах вверх вниз причем вниз были очень не слабые такие забросы почему так происходило дело в том что в опек не все так так радужно как многие пишут аналитики в своих статьях что вот пик договорились снижать ура на самом деле никого там ура нету вот саудовская аравия скажем так определяет претензии странам участникам не называя их кто по мнению саудовской аравии не соблюдает квоты то есть вроде как на на предыдущем заседании решили сократить вот и вроде по идее сократили а как контролировать насколько сократили послете допустим россию сколько нефтяных месторождений как можно контролировать такую гигантскую страну по которой только ехать до месторождений нужно несколько дней как можно контролировать сколько там выкачали но самом деле это спорный вопрос. И саудиты, у которых площадь страны меньше и контролировать, у которых в принципе проще, но тоже далеко не сахар это делать. Представляете, сколько нужно людей, целой организации. Соответственно, в ОПЕК уже назревает такой скандальчик по поводу того, что ну вот давайте сокращать, а все говорят, ну сокращаем, все, будем сокращать и дальше. А на самом деле, как качали, так и качают, понимаете? Потому что это же деньги. Вот. Поэтому у них там споры по этому вопросу. И вплоть до того доходит, что вот на вчерашнем заседании не было пресс-конференции. Понимаете? Не было. И даже я смотрел ленту новостей, там только министр энергетики Российской Федерации заявил, что да, сокращаем, да. Саудиты сказали, да, заседание было хорошим. Обеда не было, да, то есть они отменили обед, который должен быть там на теплоходе, представляете, сколько было заряжено всего организаторами, и они не согласились пойти. Понимаете? Это говорит о том, что они не договорились. Если вы знаете арабов, да, и понимаете, как они действуют, они, скажем так, у них такая есть особенность, они никогда не соглашаются на первую цену. Вот. Но обманывать у них там, ну, как бы, совсем не ну, не принято, да, то есть они могут схитрить, но не обманывать. Вот. Поэтому они, они за честный бизнес, да, и если их что-то не устраивает, они встают и уходят. Вот. И их реально что-то не устраивает. Вот. И то, что решили сократить, и не сейчас, а там с с марта, это все говорит о том, что что в ОПЕК нет понимания у всех. Понимаете? И что вот эти все сокращения, они уже они уже на пределе. И грубо говоря, если они через полгода опять сядут, они точно не договорятся. Вот. Я так это вижу. Я вижу по графику, да, как как-то проходило. То есть вот начало, да, вот сюда. Первые импульсы, мощные, большие объемы, можете посмотреть на фьючерсах, там вообще колоссальные небоскребы. Вот. А вот импульс, видите, вниз. Это то, когда они отказались от пресс-конференции. И дальше фуршета на теплоходе тоже не было. То есть вот это движение, все, это негатив, с которым они ушли с пресс-конференции. Ну, не с пресс-конференции, со своего заседания. То есть фактически просто разбежались. И на этом фоне я считаю, что работать на понижение курса нефти было бы наиболее логично. С одной стороны, на дневках вся эта шумиха происходила довольно дорого. Да, ну, относительно. Два месяца рынок рос и, как показывает практика, он рос на ожиданиях, что вот, что вот они сейчас договорятся и снизят, допустим, там, на полтора миллиона баррелей, да, там, или там на миллион, вернее, ну, тысяч баррелей в день. А в итоге на 500 и то с марта и это все прошло на вершине всех этих ожиданий. На мой взгляд, это приведет к тому, что ожидания трейдеров не, ну, они не оправдались, как обычно происходит на новостях. Можете посмотреть, там, фомки, нонфарм зачастую выходят где-то там наверху, там, либо на низу и они являются разворотом тренда. Почему? Потому что тренды порождают либо ожидания, либо факты. И народ в ходе ожиданий, там, покупает, говорит, да, вот ОПЕК сейчас договорятся и нефть как даст, там, будет 100 долларов. А на самом деле, зачастую, вот эти ожидания не оправдываются и аналитики в большинстве случаев в этом плане, подпитывая вот этот интерес, они сопровождают фланги, что да, вот они договорятся и что вот слухи ходят. Ну вот, ну вот слухи ходят, а в итоге мы видим вот, вот такой вот, вот, вот все заседание ОПЕК, вот взрослете. Вот причем этот рост перед заседанием это, это опять же ожидание того, что все вырастет. Вот, что с точки зрения технической картины? Очень много объемов залили в этот день, 5 декабря. Я считаю, что те трейдеры, которые покупали нефть на заседании, они сейчас стоят по, их стопы стоят по минимумам этого дня, которые этот день практически не сняли, да, можно сказать. Были забросы, но это очень на больших скоростях. Я думаю, что стопы стоят под 58, если мы говорим о, ну, о СПАТЕ, да, то есть, если вы будете смотреть терминал, в терминале MetaTrader, Instaforex, то это будет уровень 58. То есть, стопы покупателей стоят под 58. Их снимут с большой вероятностью. Но вопрос, этот пробой будет истинный или ложный, никто не знает. То есть, пробой будет с большой вероятностью, потому что рынок притягивает вот эти стоповые площадки. И те, кто стопится даже вот за коррекцию позавчерашнего дня, я думаю, что тоже могут сюда протянуть. И это падение может быть вызвано не продажами нефти, а закрытием покупок. Понимаете? Закрытием тех всех трейдеров, которые покупали в ожидании, что вот они договорятся. Соответственно, эти закрытия лонгов, причем уже к концу года, когда те же самые управляющие трейдеры уже начинают фиксировать позиции и раздавать прибыль своим инвесторам, было бы логично закрыться по хорошим ценам после факта о том, что вот у нас вот так ОПЕК, грубо говоря, накосипорили, как лебедь, рак и щука тянули в разные стороны. Этот вариант мне был бы интересен. Да, если пробой будет ложный и рынок вернется назад, то, конечно, вы можете здесь просто перевести в безубыток и остаться при своих. Но дело в том, что этот пробой может быть истинным и рынок может очень-очень здорово провалиться на фоне ну, скажем так, разочарования в ожиданиях договоренности ОПЕК, которые не всех устраивают. На мой взгляд, этот сценарий был самый интересный. К тому же, нефти есть куда падать. Вот, есть очень интересные площадки ближайшие по 54, ну, и на дневках, конечно, ну, об этом говорить еще, конечно, рано, но то, что оставили на 50 долларов за баррель, тоже непробитые уровни, вполне, вполне было бы интересно здесь увидеть. Но, об этом, говорить, конечно, пока рано, вот, но пробить хотя бы новостной день, как бы сам Бог велел, но истинный пробой будет ложный, это уже другой вопрос. Так, ну, и быстренько по валютам, значит, что еврик, еврик у нас пока стоит в таком в дневном диапазоне, в треугольничке, не пробил ни хая, ни лая по вчерашнему дню, площадка на дневках внизу еще осталась, сегодня нонфарм, куда стрельнут, никто не знает, кто-то гадает, там, хорошие, кто-то будет, говорит, плохие, мы будем смотреть по факту, основная цель у нас, это, ну, фактически, там, около 1,2, ну, чуть ниже по экстремумам октября и начало ноября месяца, к этому хая, мы можем пойти сразу, можем пойти через ложные забросы, обновления минимумов начала месяца, вот, но я считаю, что поход наверх будет нормальным, на фоне, опять же, новых новостей об очередном импичменте Трампа, который уже, уже смеется над этим импичментом, как и мы все, но опять процесс запущен и силы, которые на это способны, работают над понижением репутации американского президента. Так, в принципе, все инструменты рассматривать не буду и, в принципе, нет такой необходимости. Самый перспективный, на мой взгляд, это продолжает для меня быть австралиец-канадец, несмотря на его плохие новости, но сегодня у нас безработица в Канаде, я считаю, что в рамках сеточной стратегии, если вы будете набирать австралиец-канадец в ланге, там от текущих и ниже цен, то пробой, пробой, скажем так, уровня 0.91.500 будет самой лучшей целью для закрытия этого года. то есть, в рамках сеточной торговли этот кросс купить на лоях, ну, скажем так, сеткой отложенных ордеров, лимитников на покупку, было бы самым лучшим вариантом. Так, что касается сегодняшнего фаворита дня, доллар, американский против канадского, на самом деле план план на понижение сохраняется, но я считаю, что отработать можно в этом, в этом инструменте может произойти три сценария. Первый, допустим, сегодня, напоминаю, 16.30 у нас безработица по американскому и канадскому доллару, по этим странам. Эти события могут пойти по трем сценариям, скажем так, выйдут слабые данные, по обоим инструментам, либо по одному сильные, по другому слабые, либо оба слабых по обоим. Тренд пойдет только в том случае, если по базовой валюте выйдут сильные новости, по котируемые слабые, тогда рынок, к примеру, вырастет, либо наоборот, по базовой слабые, по котируемые сильные, тогда там упадет. Поэтому, если выйдут нейтральные по обоим, то тренда не будет, то есть, будет просто так называемый вертолет в момент выхода новостей и все. поэтому я рекомендую работать в моменте новостей и там сразу будет видно, куда будет основной импульс. И смотрите дельту между прогнозом и фактом. Если это дельта будет большая по обоим инструментам и в разные стороны, тогда будет тренд маму не горюй. И на фоне в принципе слабого доллара, который мы видим сейчас по всем инструментам, может начаться очень хороший тренд. Будьте внимательны, по этому инструменту сегодня будет очень хорошее движение. так, ну а я остановлюсь по нефти, да, с чего мы начали. Я считаю, что потенциал очень неплохой. После пробоя дневных лоев вчерашних новостей можно перевести в безубыток и поддержать нефть, поддержать, может хорошо провалиться. вот, в принципе на этом все. Аналитику я на сегодняшний день закончил. Впереди у нас длинные выходные. Хорошо отдохните. Вот, и с понедельника продолжим аналитику в последнем месяце этого года, который будет очень насыщен на события и волатильный, как обычно это происходит в конце года, когда трейдер начинает фиксировать свои длинные позиции, долгие позиции, это приводит к большой волатильности, на которой наша задача заработать деньги. В принципе на этом у меня все, всем спасибо, хороших выходных и до понедельника.